Старь Не послушал конный и во весь опор Залетел с разгону на лесной угор Повернут с кургана, въехал в суходол Миновал поляну, гор перешел Изобрел ложбину и лесной тропой Вышел на звериный след и водопой Какие-то фрагменты этой программы я приготовил давно Мы делали их с Натальей Дмитриевной, она была еще жива И тогда я, конечно, был еще, ну не мальчишкой, конечно Но, в принципе, молодым человеком, студентом Прошло много лет, многое переменилось в моей жизни На многие вещи я взглянул по-новому Эта программа, она и тем и хороша Что ее каждый раз можно прочитывать как-то по-новому Вкладывая свой, уже пережитый Получится ли цикл из этого? Не получится Бог ведает, но это место, где всегда что-то происходит Поэтому как цикл это будет, допустим, если он состоится Ну таким, как бы сказать, новшеством А как жанр он здесь всегда был изначально Для тех было придумано как место, где происходит разное То в избытке счастья слезы в три ручья То душа во власти сна и забытья То возврат здоровья, то недвижность жил От потери крови и упадка сил Но сердца их бьются То она, то он Силятся, очнутся И впадают в сон Это стихи из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» Его он создавал 10 лет Произведение вершины его творчества как прозаика «Жизнь российской интеллигенции на фоне революции» Сквозь призму биографии доктора-поэта раскрываются темы жизни и смерти Проблемы русской истории, интеллигенции, революции, христианства и еврейства Древенчатые закололки окраины Деревянный тротуар Он идет к ним Сейчас в Новославочном пустыри Деревянная часть города кончится Начнется каменная Домишки пригорода велькают Проносятся мимо, как страницы быстро перелистываемой книги Не так, как когда переворачиваешь их указательным пальцем А так, как когда мягешек большого По их обрезу с треском Прогоняешь их все Дух захватывает Вот там живет она В том конце Под белым просветом От вечера прояснившегося дождливого уличного неба Роман, который всегда будет интересно читать Восподнимали его, как известно, по-разному А также Андреевна Ахматова, которая так дружила с пастернаками Его, как известно, очень не любила Этот роман Ну, это Каждый свой взгляд Так что читать его нам всегда будет интересно Там про людей написано Это сейчас роман «Доктор Живаго» входит в школьную программу А в Советском Союзе его отказались публиковать А за границей роман был отмечен Нобелевской премией Однако из-за угроз лишиться советского гражданства Бориса Пастернаку пришлось от нее отказаться И только после смерти диплом и медаль были вручены сыну литератора В этом романе есть очень много вызовов Это художник, который живет в трудное время И не пропадает под грузом обстоятельств А живет насквозь Умеет их видеть, правильно оценить И потом из этого рождаются его произведения, его стихи И вот это, конечно, такой большой урок для любого творческого человека Вот этим мне близок Живаго своим взглядом на суть вещей, что ли На людей, на друзей По мнению биографа Пастернака, Дмитрия Быкова Сюжет романа, жизнь автора Но нереальная атака, которую он хотел бы прожить Юрий Живаго, олицетворение жертвенности и щедрости Главной мысль произведения в том, что не человек служит эпохе А эпоха дает человеку возможность самовыражения В необъятность неба, ввысь вихлю в сизых пятен Стаей голуби несли, снявшись с голубятин Точно их за свадьбой вслед Спохватясь с просонья С пожеланием многих лет Выслали в погоню Жизнь ведь тоже только миг Только растворение Нас самих во всех других Как бы им в даренье Только свадьба вглубь окон, рвущаяся снизу Только песня, только сон Только голубь сизый